Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Продолжаем рассматривать героические ветки рыцаря смерти, и сегодня у нас ветка под названием SunLane. Доступна рыцарю смерти кровь и нечестивость. Основная её специфика заключается в том, что мы обязаны тратить нашу руническую силу на кайлы, на эпидемию, на удар смерти, с целью того, чтобы трансформировать наш следующий удар в сердце, или удар плети, в удар вампира. И этот удар вампира будет нас немножко исцелять на 5% нашего максимального здоровья, и также мы будем разгонять нашу хосту. Скорость – полезная характеристика как для танка, так и для анхолика. И максимум мы можем её увеличить на 10,5%. Каждый стак даёт 1,5%. Таким образом, мы обязаны поддерживать 7 стаков. По классике жанра мне, конечно, хотелось бы рассмотреть левую ветку гереческих талантов, но суть в том, что там фигурирует центральный и нижний талант, поэтому для начала мы должны обратить внимание именно на него, именно на дар SunLane. В тот момент, когда у нас активна кровь вампира или тёмное превращение, мы получаем этот бонус. Находясь под этим бонусом, все наши удары плети и удары в сердце трансформированы в удар вампира. Также бонус, который мы получаем на хосту, он удвоен. То есть вместо того, чтобы получать 10,5% скорости, мы получаем 21% скорости. Круто, круто. И мы, конечно же, обязаны поддерживать эти 7 стаков с целью того, чтобы увеличить максимально свою скорость. Теперь мы готовы проанализировать левое ответвление гереческих талантов. Первый талант идёт на выбор. В тот момент, когда мы берем союзника, этот союзник и мы получаем щиточек на 20% от максимального запаса здоровья. Также эту цель мы берем с полным запасом здоровья. Круто, приятно и интересно. В теории, одному ДК в рейде взять этот талант не помешает. Следующий талант на выбор — скорость вампира. Наш поступ смерти и блуждающий дух дают дополнительные 10% скорость передвижения для нас. Также, в тот момент, когда мы используем поступ смерти или блуждающий дух, мы повышаем скорость четырёх рядом находящихся союзников на 20%, на 5 секунд. 20% мувспид для союзников — это круто, хоть даже и всего лишь для четверых. Для миф-плюса — это на всю группу. Для рейда — ну, для четверти мифик рейда — приятно, интересно и полезно. От ДК видеть спринт на небольшое количество человек. Интересно и внезапно, с какой-то даже точки зрения. Следующий талант — это игра с Дотиной. Либо смертоносная чума, либо кровавая чума, да, у Блада, по-моему, так называется. В тот момент, когда мы поражаем ударом вампира цель, то Дотина поглощается и бьёт 200% от того таймера, там, сколько она бы надамагала. То есть осталось 10 секунд, и она надамагает за эти оставшиеся 10 секунд 200%. И нам придётся её по новой наложить, по-хорошему. Но в тот момент, когда активен Дар Санлейна, Дотина не поглощается. Она продлевается на 3 секунды и при этом наносит 20% урона от оставшегося своего времени. Окей, то есть самое главное — не забывать про Дотину, накладывать её в тот момент, когда на нас нет Дара, потому что бить таргет без Дотины такое себе, особенно если мы играем с кем-нибудь талантом по типу болезненности, где мы получаем плюс дэмэдж при наложенных Дотинах. Следующий третий талант, что у нас получается, ваш удар в сердце и удар плетья имеют 3% шанс за каждый стак наложенной эссенции вернуть вам руну. Вампирический удар, удар вампира, имеет удвоенный шанс вернуть руну. Максимум мы можем заиметь на себе 7 стаков. Таким образом, удар в плетья, удар в сердце будут иметь 21% шанс вернуть нам руну. Если мы бьём ударом вампира, то это 42% шанс вернуть руну. Ну, у кого-то прокнет это 10 раз подряд, а у кого-то 0 раз за бой. Переходим к центральному ответвлению. В тот момент, когда мы находимся в луже, получаемый урон снижен на 5%. Также шанс прока вампирического удара увеличен на 5%. То есть это уже не 10% в момент использования Кайлай эпидемии Дестрайка, а 15%. Окей, перед тем, как слить кучу рунической силы, мы должны по-хорошему растерлить лужу. Будет ли это ломать ротацию? Навряд ли, но посмотрим. Далее мы получаем дополнительные 2 стака эссенции. То есть если мы уберём все эти таланты, центральный, нижний, то получается максимум мы можем накопить 7,5%. В тот момент, когда мы берём самый-самый центральный талантик, то уже 10,5%, то есть 7 стаков. И также за каждый этот стак эссенции урон от Лика Смерти и Удара Смерти повышается на 2%. 7 стаков максимально, то есть максимально можно увеличить урон от Кайлай Дестрайка на 14%. Далее наш удар в сердце и удар плети продлевают время действия эссенции на полсекунды, а удар вампира удваивает этот эффект, то есть продлевает на целую секунду. Окей, в тот момент, когда мы используем Тёмное Превращение или Кровь Вампира, мы нереально спамим вампирический удар с целью того, чтобы максимально продлить бонус. Получается как-то так. Рассмотрим правое ответвление гереческих талантов. Изначально надаётся талант на выбор. Левый, вампирическая аура. Наше самоисцеление повышало на 3%. И в тот момент, когда мы нажимаем Перерождение, у которого 2 минуты КД, этот бонус усиливается на 100% и раскидывается на 4 ближайших союзников, которые находятся в радиусе 12 метров. Что-то примерно похожее от артефактного оружия у Блад ДК было в Легионе, но сейчас это привязано к Перерождению, и бонус, конечно, поменьше. Есть ли тут какой-нибудь рядом игрок? Да, есть совушка. Я нажму Перерождение, и мы увидим, как это работает. Получается, в текущий момент у меня 8%. Я получу дополнительно 10% с самого Личборна, и ещё 3%, так как этот бонус усиливается. То есть для меня это будет 21%. Для совы это будет всего лишь 6%. Всё абсолютно верно. Сова получила вампирическую ауру. Я получил удвоенный бонус, и просто бонус от нажатия. Правый талант, скорее всего, для эгоиста. Это кровавая неизыблемость. У нас есть сейв, неизыблемость льда, у которого КТ 2 минуты. Он даёт нам сейв 30% на 8 секунд, но он нам будет давать ещё дополнительные 20% в зависимости от нашего недостающего здоровья. Чем меньше у нас здоровья, тем сильнее эти проценты. То есть там у нас, не знаю, осталось процентов 5 хп, мы будем ловить сейв на минус 49%. Окей. Также в тот момент, когда мы убиваем какой-либо таргет, за который мы получаем опыт или хонор, КД неизыблемости сокращается на 3 секунды. В каком-то миф-плюсе это реально может быть полезно. То есть чаще жмём неизыблемость, чаще прожимаемся, меньше получаем люлей. Следующий талант это... Что-то по типу кровочерга. Тут он называется Blood Beast. Кровавый зверь. Насыщается, бьёт, взрывается. Ударил он за всё время 100 тысяч, взорвётся на 25% от этого накопленного в себе урона и хильнёт нас на эти 25%. Окей. Далее талант на выбор. Правый талант делает так, что мы увеличиваем шанс ещё на 15% проков эмпирического удара в тот момент, когда у врага менее 35% здоровья. То есть находясь под лужей, взяв тот талантик, мы с 30% вероятностью, кидая кайлы, эпидемию или юзая Death Strike, получаем в эмпирический удар. Нереальная какая-то вероятность. Но если мы возьмём правый талант, то мы ещё усилим кровавого зверя. Он будет накапливать в себе shadow damage и будет ещё сильнее взрываться. То есть левый талант, скорее всего, в ООЕ, правый — solo target. Тяжеловатая, конечно, веточка, но по факту, если так подумать, то в тот момент, когда мы используем кровь вампира или тёмное превращение, мы должны нереально заспамливать удар вампира. В тот момент, когда мы уже потеряли этот эффект, да, раз он лейн, мы должны спамить кайлы, эпидемию и Death Strike с целью того, чтобы вновь его прокнуть. Если нам не прокает, то жмём удар плети или удар в сердце с целью того, чтобы продлить время действия этого эффекта, ориентируясь на предластовый талант. Сложноватый немножко билд. Я думаю, тут даже не помешает этот талант с целью того, чтобы увеличить время действия тёмной трансформации, тёмного превращения, потому что под тёмным превращением наш удар плети становится ударом вампира, а удар вампира нужно нажимать по факту. Давайте попробуем, глянем, что из этого получится. Надеюсь, мне удастся удержать тестаки. Между первой и второй тёмной трансформацией не плохо получилось. Всё выдержано, всё замечательно. Дотину надо отслеживать, обновлять периодически. Без вашки. Как-то трудновато маленько. Так и потеряны. Чуть-чуть не хватило. Окей. Очень много моментов, за которыми нужно отследить. Лужу постелить, дотину обновить, язвы накинь, таки продлевай, ледны, как тяжки продлевай. Очень много всего тяжко при таком малом количестве посты. Очень тяжко. Три минуты прошло, можно двойство будет. Увольство теперь обычное, когда и три минуты. Это по кайфу. Увидится, кстати, Кровавый зверь. Напоминает моделька из подгнилья босса. Булкан Ласт. От которого у бутылёк падает ринкет, который я фармил в втором сезоне. Подпоминания, конечно, такие себе. Перед Кровавый зверь ещё будет напоминать о себе долгое время. Окей. Анимация очень красивая. Взгляни просто. Кровавый, твы, клинок. Кровяшка. Прикольно. Очень красиво выглядит. Окей, ладно. Этого достаточно, я думаю. Так и выдержать можно. Самое главное, чтобы в целом, хотя бы в базовом, было неплохое количество статов. И нужно реально это всё отслеживать. Чекать верхний правый угол, чекать тут дебафы на манекене. Нужна какая-то звуковая вашка касательно того, что дот потерян. Потому что в тот момент, когда ты выдаёшь удар вампира, у тебя поглощается дотин, а тебе её нужно по новой наложить. Это важно. Короче, много всяких моментов, за которыми реально нужно отслеживать, используя ветку Sunlane. По факту, всадник Апокалипсис намного проще. Там, чё, призываются сами по себе коняшки эти рандомно, делают всякие дебафчики и всё. А тут ты прорабатываешь абсолютно это всё. Ты накапливаешь на себе стаки, ты трансформируешь свои спилы, и ты абсолютно всё это делаешь. Поэтому ветка сложноватая, требует какого-то навыка хотя бы игры вов чуть-чуть. Это по факту. Но выглядит очень мощно. Нереальное повышение хосты. Это всегда приятно. На этом всё. Красиво, мощно, эффективно. Тут не отнять, не прибавить. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова